Физики получили пластичное стекло. Физика материала 16-6-18 Нояб. 2019 сложность 3.9. Физики получили пластичное стекло. Ученые создали тонкие пленки из стеклообразного оксида алюминия, которые можно растягивать, жимать и изгибать без появления трещин при комнатной температуре. Эти свойства позволяют создавать не хрупкие стекла, но технологии производства крупномасштабных изделий из этого материала пока не существует, пишут авторы в журнале Science. Стекло это аморфное твердое тело, то есть не обладающее кристаллической структурой. Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния. Такие стекла характеризуются прозрачностью и твердостью, но также хрупкостью, то есть неспособностью деформироваться без появления трещин. Свойства стекла, в особенности его термическая и химическая стойкость, обеспечили ему большое количество применений. Однако во многих случаях хрупкость становится проблемой, например, из-за нее трескаются экраны смартфонов. Исследователи постоянно пытаются улучшить показатели стекол, но пока что они далеки от предсказываемых теорий. Причина заключается в микроскопическом строении стекла. Оно выглядит как неупорядоченное распределение атомов кремния и кислорода с небольшими пустотами, играющими роль дефектов. Если механическая энергия при оказании воздействия не расходуется на обратимую эластичную или необратимую пластическую деформацию, то она будет накапливаться около дефектов. В обычном стекле атомы не могут смещаться, разрывая старые и образуя новые связи с другими, на что расходуется энергия, поэтому в результате возникает трещина и стекло раскалывается. Результаты симуляций – голубые, и экспериментов – оранжевые, по растяжению стеклообразного оксида алюминия. График показывает зависимость растягивающего натяжения от относительного удлинения. Врезы показывают состояние образца до, слева, и после, справа, опыта. Отмечено значимое увеличение длины, сохранившееся и после разрыва. И. Фрэнк Бергеттал. Сайенс. 2019. Поделиться. Для прояснения причины таких свойств ученые исследовали полученные образцы при помощи электронного микроскопа. Созданная на основе полученных данных компьютерная модель показала, что в первую очередь за это была ответственна бездеэффектная структура с плотной упаковкой атомов. Также в таком стекле атомы могли смещаться при внешнем воздействии. Ученые отмечают, что результаты демонстрируют возможность использования пластичных стеклянных пленок из оксида алюминия уже сегодня. Например, подобные изделия могут пригодиться в производстве аккумуляторов и электроники. Потенциальны могут быть и другие применения, но для этого необходимо научиться создавать крупные изделия с нужными свойствами, а такого способа авторы пока предложить не могут. Ранее ученым удалось сделать стекло еще более прозрачным при помощи нанотекстур, превратить падающие стеклянные частицы во всесторонний экран и создать нейросеть из стекла на основе рассеяния света. Тимур Кишелава